Ребят, привет! У меня очень радостная новость. Ну, для меня и для Вики. Мы с Викой взяли дом в ипотеку. У нас картонный домик, мы съехали от родителей, мы сильные и независимые. Двухкомнатный дом, общая вот эта кухня. И сейчас я хочу вам рум-тур провести. Вот тут моя комнатка, столик, стульчик, на котором я тут сижу, конфетки, часики, еще ночник, чтобы я там не боялась всяких монстров. А вот тут у меня спальня. Вот так вот я лягу и вот так вот буду наслаждаться отдыхом. Идемте дальше. Общая комната пользования, плита, духовочка, микроволновочка, тут мы попкорн себе будем делать, тут вот мы будем стирать наши вещи, которые испачкаются. Ну, теперь моя комната. Мне кажется, что она самая классная, она самая удобная, потому что тут есть камин, тут есть туалетный столик, где у меня куча косметики. Даже есть фен, и он даже работает. Во, работает. Во, работает, можно было сушить. Арома свечи, хомяк есть, чтобы мне было не скучно. И еще один хомяк у меня есть, Света, и мне тоже будет не скучно, поэтому мне кажется, что у меня самая классная комната. Вот тут у нас еще, видите, такое украшение, лампочки. К нам пришел дизайнер, сделал нам вот такие вот часики классные. Еще он нам тут картину сделал, правда, я не знаю, что на ней изображено. Может, это какой-то там стиль. Короче, ребят, если вы это знаете, напишите в комментариях. В принципе, вот такой вот у нас классный домик, а мы с Викой пойдем заниматься своими делами. Что делать будем? Я немного проголодалась. Если честно, я тоже. У тебя остались деньги на еду? Ты что, забыла? Мы все деньги потратили, во-первых, на этот дом, а во-вторых, на всю эту утварь, кухонную, домашнюю. Дизайнер, зачем ты это вызвала? Ну, чтобы красиво в доме было. Что делать? Денег нету. Дом есть, еды нету. Голодать. Вик, мы чтобы независимые, сильные. Сами накопили на дом, на первый взнос. Первый взнос в ипотеке, надо еды достать. Где мы ее достанем? Мы ее позаимствуем. У кого? Пошли, только тихо. Надо взять побольше, чтобы хватило. Сидко, сидко. Быстрее, быстрее, быстрее. Опачки. А что это вы тут делаете? Мы тут это, кушаем. Кушаем, зашли тут поесть. Поесть они зашли. Вы же взрослые. Вы же жить стали отдельно, дом в ипотеку взяли. А что это вы сюда есть пришли, а? Ну, мы это проголодались и есть захотели. А все деньги на дом потратили. Ну, как потратили, так и заработаете. Кстати, а вы налог-то на дом заплатили уже? Чего? Какой налог? За каждый дом надо платить налог. Вы что, не знали? Так мы же платим эту, как его, эту? Ипотеку. Ипотеку, да. Ипотеку платите, налоги платите, на еду тоже деньги нужны. Ну, там всякая мебель и всякое другое. Короче, надо зарабатывать. А как зарабатывать? Мы же учимся еще. Ну, пойдемте посмотрю ваш дом, может и помогу чем-нибудь. Показывайте, что у вас там за дом. Очень комфортный дом, очень красивый дом. Вот наш дом, вот, вот. Вытирай ноги, Вик. Ну, домик, я бы сказала, нормальный, но только на двоих. Так мы вдвоем живем. Только денег не хватает. Да-да, точнее, их вообще нету. Ладно, я поняла их проблемы, и сейчас я научу их зарабатывать деньги. И, конечно, подскажу, на что эти деньги нужно потратить. Вот, смотрите, я подготовила два меню. В одном то, на что они могут потратить деньги, а во втором то, чем они могут деньги заработать. Ну, и когда решите либо заработать, либо потратить, приходите, я вас буду ждать. Так, давай приклеим, чтобы видеть точно так. Так, заработать. Пять тысяч рублей. Мейкап челлендж. Вот это, мне кажется, самое крутое. Найти носки, это крутое, найти носки. Это самое ужасное задание вообще в доме. Вот они валяются везде. А в разу школу, самая легкая, три тысячи рублей. Я ненавижу школу, Света. Давай вот мейкап. А подожди, налог на дом, десять тысяч рублей. Если мы не заплатим десять тысяч рублей налога за дом, нас выделят отсюда. И единственное, что я вижу, самое нормальное, это быстрый завтрак, десять тысяч рублей. Ну, который нам заплатят. Правда, я не знаю, что такое быстрый завтрак. Надо постараться это сделать. И сейчас... Сразу заработать эти десять тысяч рублей. Потому что это самый быстрый способ. И сейчас мы пойдем выяснять, что же это за челлендж. Мы вообще ничего не понимаем. Девчонки решили заработать сразу много денег и выполнить челлендж быстрый завтрак. Смотрите, что нужно будет делать. Вы же знаете, что во взрослой жизни надо все делать быстро. Собираться на работу, в том числе завтракать нужно очень быстро. Вот вам завтрак. Миска, ложка и целый пакет кукурузных палочек вкусно-мама. Их нужно будет съесть очень быстро. Двоем их надо есть? Вот так вот руками, да? Нет, все будет гораздо веселее. Игрушку вам, конечно, съедать не надо. Есть будет только одна, а вторая будет ее кормить. Садитесь одна назад, другая вперед. Ну давай я тебя буду кормить. Блин, а как это вообще сделать? Ну вот садитесь одна, другая на коленке. Так. Света, прячь руки назад. Вот, все. Вика, а ты просовывай руки в рукава. Теперь Света начинает очень быстро кушать. У вас всего лишь минута, чтобы съесть все первые палочки. Раз, два, три. Света, где твой рот? Говори, пожалуйста, еще не вижу. Света. Я чувствую музыку. Так, 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 внимательно наблюдаем. Ты наел, Свет? На кону 10 тысяч рублей. Я волосы свои ем. Я держу ее, да? По-моему, очень ловко получается. Вот мой рот. Еда. Вкусная хоть еда? Да ты наклоняешься, ты быстрее. Давайте быстрее, Маласюн. Давай, давай, Маласюн. Сразу наклоняйся, вот так вот. 10 тысяч рублей. Давай, 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 быстрее, быстрее. Доедаем, доедаем, доедаем. Стоп. Время закончилось. Вы не съели целую пачку вкусно, мама. В смысле? Мы половину съели. Учитывая, что эта пачка очень большая, очень сытная, очень воздушные кукурузные палочки, я считаю, что вы наелись вдвоем, причем. Наелись. Я не наелась, я кормила Свету. У меня волосы наелись, у меня лицо наелось, у меня джинсы наелись, я наелась. Тем не менее, я считаю, что вы выполнили этот челлендж, заработали первые в своей новой жизни деньги. 10 тысяч рублей, я вас поздравляю, можете идти их тратить. Все, пойдем, пойдем поскорее, подумаем, куда их тратить. Все, пойдем смотреть скорее, на что тратить деньги. Я предлагаю потратить на налог, налог на дом. Ну я не ела, я очень сильно хочу есть, я думала, что я возьму себе обед. То есть ты хочешь покушать, но при этом остаться без дома, да? Я хочу остаться с домом и хочу поесть, но ты же поела, а я нет. Мы поедим потом, у нас смотри, сколько еще челленджей разных. Пойдем заплатим за дом. Зато у нас крыша над головой будет. Ну тут всего 500 рублей обед стоит. 500 рублей комбо, обед на одного человека. Ну ты уже поела. Завтрак это не еда, это перекус. Да какой перекус, ты там столько их... Все, мы идем платить налог на дом. Пойдем, блин. Вот почему Света такая вредная? Уплата налогов, кажется, это здесь. Войдите. Нам тут это, надо 10 тысяч заплатить налог на дом. Ну чтобы нас не выселили. Сейчас посмотрим. Да, 10 тысяч. Давайте так и пометим. Уплачено. Это квитанция. Сейчас будет вам квитанция, ждите. Квитанция 10 тысяч. Уплачено. Да, мы выплатили. Все, пойдем сразу как искать способ, как заработать. Не мешайте работать. Простите, простите. Извините, пожалуйста. Все, пойдем, пойдем, пойдем. Тихо, 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 тихо. Свет, я кушать очень сильно хочу. Давай как-нибудь заработаем. Поспали, можно и поесть. А что там, а как там, что там? Ну надо выполнить какой-то челлендж. Так, нас двое. Один макомба стоит 500 рублей, значит нужна тысяча. Самое простое это собраться в школу. Нас за это дадут 3 тысячи. В общем, ребят, мы решили, чтобы нам вдвоем покушать, нужно выбрать какой-нибудь легенький челлендж. Хотя, я не знаю, легкий он, не легкий. Мы выбрали собраться в школу. Мы не знаем, что нас ожидает и что мы должны собирать там в школу. Но мы попробуем это сделать, потому что Вика очень сильно проголодалась, а я хочу ее накормить. Челлендж собраться в школу. Это действительно собраться в школу. За одну минуту Свете и Вике нужно будет из этого огромного количества предметов выбрать только то, что нужно в школу. И собрать в портфель учебники и тетрадки, сменную обувь, в отдельный пакет физкультурную форму. И при этом не брать в школу игрушки, всякие другие ненужные вещи. Ой, да это легкотня. Если легкотня, то раз, два, минута пошла. Что собирать? Вот кроссовок один, кроссовок два. Так, так, счетные палочки, линеечка. Держи быстрее, Света, учебники тебе. Считай, пошел. Так, что? Физкультурную форму собирай в отдельную, в отдельную. Подожди, еще учебники. Осталось всего лишь 20 секунд. Все, Владимир, все собрали, еще, я не знаю, обувь положу, хотя зачем? Нет, 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 обувь, обувь. Да у меня есть обувь, все, мы готовы, мы собрали все. А теперь давайте проверим, все ли вы правильно собрали. Что у нас в рюкзаке? Учебники, контейнер для еды, тетрадки, учебники, пенал. Ничего лишнего нет, а где сменная обувь? Вот, вот она, вот сменная обувь, кроссовочки. Сменная обувь есть, а физкультурная форма? Вот она в отдельном пакете. Вот, в отдельном пакете. Они справились с этим челленджем и заработали 3000 рублей. Да, теперь я смогу поесть, наконец-то все. Сразу. Только 3000. Раз, два, три. Вот, Вика, ты представляешь, мы сможем купить? Раз, два. Так, сейчас, раз, два, три, четыре. Шесть макомбо. В общем, ребят, мы заработали 3000 рублей. И сейчас мы пойдем покупать два макомбо обеда. Пошли. Слушай, Свет, а вдруг у нас что-то из дома украдут? Надо сигнализацию поставить. Сейчас, минутку, отойди. Все. Все, пойдем. Свободная касса. Нам, пожалуйста, два макомбо. Макомбо. Биг Мак. Картошка фри. Напиток. Биг Мак. Картошка фри. Напиток. Подождите, подождите. В пакетик упакую. Можно копейку побыстрее? Можно и без пакетика уже. Очень голодная, пожалуйста, побыстрее, побыстрее. Тысячу рублей. Вот, вот, вот. Все, до свидания. Приятного аппетита. Блин, я тут жую, и я поняла. Знаешь, чего нам не хватает? Ну, картинки там сейчас. Телевизор, а нам телевизора не хватает. Поэтому просто сидим и едим. Блин, точно, вообще без телевизора скучно. Конечно, камень это хорошо, но с телевизором намного лучше. Так, подожди, у нас осталось из денег две тысячи. А телевизор пять тысяч стоит. И как нам заработать? Давай, посмотрим. Вот, угадай, что в коробке есть? Пять тысяч рублей мы... Нет, не накопим. Нет, нам сразу десять тысяч. А мы не получим... А, пять тысяч. Пять тысяч. У нас две тысячи. Нам нужно как минимум три тысячи. Может, найти носки? Давай найти носки. Пять тысяч рублей. Или мейкап челлендж. Я умею вот это красить, все быстро, сразу заработать, все. Я не умею краситься. Ладно, хорошо. Мейкап челлендж. Пошли. Чтобы заработать пять тысяч рублей, девчонкам нужно... Кто быстро накрасится, да? Нет. Мейкап челлендж это совсем другое. На траве разбросана куча косметики. Тени, туши, карандаши, кисти, тональные кремы и помады. И есть комод на шесть ящиков. За одну минуту вам нужно рассортировать все по ящичкам. Помады отдельно, тени отдельно, ну и так далее. Все понятно? Блин, я думала, что надо будет накраситься, а тут вот это все разложить по полочкам. Ну не хотите, не забывайте. Нет, мы хотим, мы хотим, мы это сделаем. Ну тогда, раз, два, время пошло. Так, карандаши собираю. Раз, карандаш, два, карандаш, три, карандаш. Тени, тени, тени. Так, карандаш, кисти. У девчонок всего лишь минута, одна минута. Что это, помада какая-то? Кисти. Ладно, она еще открывалась. Куда кисти? Сюда кисти, а вот сюда эти. Да подожди, ты мне мешаешь, я не успеваю, Света. Все, все кисти. Это, это тушь. Сюда карандаши. 30 секунд прошло. Блин, что это вообще такое? Помада какая-то. Помада, где кисти, где кисти? А, я не успеваю. Тональные крема отдельно. Где у нас тональные крема? Ну, какой-то тут все занято. Тональные крема. Помада, раз, помада, два. 10 секунд осталось. 10 секунд. Это тушь, это тушь. Помада, помада. Где помада, вот сюда? Тушь, вот тушь. Три, два, один, стоп. Мы все разложили. Да, мы успели. Давайте проверим. Тут действительно сплошная тушь. Карандаши. Тональные крема. Кисточки. Помады. А вот тут тени. Они справились с этим челленджем? Да. Они заработали 5 тысяч рублей. Итого у нас 7 тысяч. Мы можем теперь купить телевизор, и у нас даже останутся деньги. Ребят, нам тут, короче, сказали, что селики стоят очень дорого. Больших денег. И нам посоветовали склад бэушной техники. Где за 5 тысяч мы можем хоть какой-то телевизор купить. Да, и сейчас мы туда пойдем, попытаемся выбрать хоть какой-нибудь нормальный, неразбитый и с пультом. Пошли. Нам телевизор нужен, чтобы показывал. Ну, сейчас покопаюсь на складе, может, что-нибудь и есть. А сколько денег-то у вас? 5 тысяч. 5 тысяч. Ладно. Есть один. Вроде работает. Забирайте. Какой тяжелый. А пульки есть? Не забывайте. А куда пульки? А деньги-то деньги у тебя. Все, понесли. Сейчас, подожди, давай его аккуратно поставим. Я разгребу стол. Держи его, держи. Держу. Как оказалось, эта взрослая жизнь такая тяжелая. Ой, селиво. Так, давай, аккуратно. Раз, два, три. Так, какой тяжелый. Тихо. Аккуратно. Ой, ну, ну, ну. Ты видишь, у нас есть телевизор. Фух, мы его донесли. И не просто донесли, мы на него заработали. Во, во, во. Просмотры телевизоров. Все, нажимай. Во, во, все, все, все. В смысле недоступных программ? Подожди, почему? А ну-ка, переключи на другой канал. Переключаю. Что он не переключается? Все, он все потухло. Класс, он вообще потух. Ну и зачем мы на тебя потратили пять тысяч, а? Блин, Свет, он без антенны не будет работать. Зачем мы вообще купили телевизор? А там нету случайно в этом пункте купить антенну? Пойдем посмотрим. Ну, вроде не было. Блин, телевизор без антенны. И он не будет показывать без нее. Тут нет никакой антенны. Вот просто телевизор. Да, то есть игровая приставка. Блин, она стоит 10 тысяч рублей. Как мы сейчас заработаем? Смотри, у нас осталось две тысячи. Мейкап челлендж сделали. Осталось найти носки. Угадай, что в коробке и генеральная уборка. А что, если мы выполним все три челленджа? И заработаем на приставку. Да, 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 и заработаем на приставку. Блин, Свет, нам и два хватит. Давай вот самые легкие будем выбирать. Найти носки и угадай, что в коробке. Все, давай, мы идем. Челлендж собери носки. Все очень просто. За одну минуту вы должны собрать все носки, которые найдете, и еще разложить их по парам. У вас должно получиться пять пар носков. Одна минута, пять пар носков. Все просто. А бывает носки без пар? А вот это мы и посмотрим. Готовы? Да. Готовы. Вика, сначала собираем носки. Раз, два, поехали. Так, я уже нашла одну пару. Одна пара. Все, вторая пара. Все, две пары есть. Все, я уже собрала. Осталось 30 секунд. 20,30 секунд. Вот одна пара. Так. Две, три, четыре. Последняя. Так, где еще носки? Вот еще один носок нашла. Так, тихо, тихо, тихо. Осталось 15 секунд. Так, одна, две, три, четыре, пять. Пять пар, еще. Все, походу, это все носки без пар. Все, вроде мы справились. Давайте проверим, парные ли носки они нашли. Пара. 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 Пять пар. Да, мы сделали, ура. Они справились с этим челленджем и заработали 5000 рублей. Нам надо еще опять заработать. Чтобы приставку купить. Ну, тогда предлагаю челлендж. Угадай, что в коробке. Отлично. Нам подходит. Да, да. Чтобы выиграть 5000 рублей Свете и Вике, нужно из пяти попыток три раза угадать, что в этой коробке. Вот здесь уже лежит первый предмет, который они могут прямо сейчас начинать угадывать. Каждая засовывает одну руку и вы угадываете. Вместе, да? Вместе, да. Первый предмет. Что это? Я знаю, что это. Это какое-то что-то мокренькое, волосатое, я не могу понять. Я уже готова сказать, что это ананас. Абсолютно верно, это ананас. Один из пяти. Предмет номер два, вот он здесь в коробке. На счет три засовывайте руки. Раз, два, три. Пустота? Я тоже знаю, что это. Нет, в смысле ничего. Это кнопочный телефон, либо Nokia, либо Samsung. Да, это действительно кнопочный телефон. Правда, он Philips, но не важно, это кнопочный телефон. Вторая попытка, удачно. Предмет номер три уже в коробке. Раз, два, три. Угадывайте. Это вот угадаю в этот раз, я тебя прошу тоже. Что это? Это колокольчик. Это колокольчик на веревочке, да? Он звенит. Ну, может, это игрушка новогодняя тоже там. Так колокольчик или новогодняя игрушка? Колокольчик. Колокольчик на веревочке? Это игрушка, правда, не новогодняя. И совсем не колокольчик, но очень на нее похоже. Это волчок, вы не угадали. Что за волчок вообще? Вот такой волчок, смотрите. И вот так вот он крутится. В общем, вы не угадали. Следующий предмет. Четвертый предмет. Раз, два, три, поехали! А вот в этот раз пустота, потому что я не... Это йогурт? Да, это йогурт. Ну, посмотрите, как они угадывают. Это действительно йогурт. Четвертая попытка и три угаданных предмета. Ананас, телефон и йогурт. Они зарабатывают 5 тысяч рублей. Давайте сразу, давайте сейчас сразу. У нас 12 тысяч рублей хватает на игровую приставку. И еще пару раз покушать. Вик, Вик, я все настроила. Иди сюда со мной играть. Так, а что, как тут все это работает вообще? О, Симс. Ребят, в общем, мы целый день провели в этом доме. Уже вечереют, уже комары налетели. И мы успели купить себе и покушать, и телевизор, и приставку, и кучу-кучу всего. Даже у нас еды куча. Пока что мне нравится эта взрослая жизнь в этом доме. А если тебе понравился этот ролик, то вот тут еще два ролика. А вот тут круглая кнопка подписаться. И всем пока! Пока! Все, нажимай. Представляешь, мы живем в доме. А сейчас мы будем играть за персонажей, которым мы будем строить дом. И как бы мы играем сами за себя в этой игре. Так. Так. Наверное, у pedals how it works? mittelкологи. Миэль. atteredь. Очень begins.